Слава Господу! Как в этой песне пелось о милости Божьей, я тоже хотела бы рассказать о Божьей милости, которую Господь явил в нашей семье. Слава Богу, Господь дал в нашу семью трое замечательных деток, трое сыновей. Мой Бог благодарен за каждого из них. Вот когда я была беременна третьим ребенком, это был такой особый для нас период, потому что у меня тогда возникли некоторые вопросы со здоровьем, это было еще до беременности. У меня был в почке камень, и когда он стал выходить, он застрял в мочеточнике. И очень долго там, ну полгода это он пробыл, конечно, началось воспаление, почка воспаленная была, и возникали некоторые проблемы с этим. Почки мне болели, кто сталкивался с такой проблемой, я думаю, понимает, что это за боль, она снималась только обезболивающими. Потом Бог явил чудо, что камень сам вышел, но все равно воспаление осталось в организме. И оно как бы такую более хроническую форму перешло. И вот прошло некоторое время, и мы узнаем, что я ожидаю ребеночка. Мы, конечно, были очень рады, и в то же время мы с мужем стали очень сильно молиться, чтобы Бог помог выносить его, потому что я понимала, что это будет непросто. Конечно, когда настала беременность, почки стали опять болеть. Это у меня были плохие очень анализы. Мы молились, когда сделали УЗИ. Помню, врач сказал, что почка у вас очень плохая, воспаленная, и воспаленные мочеточники. И как бы, ну, непросто будет, потому что когда начнет расти ребеночек, может заблокироваться почка. Мы молились, продолжали, продолжали молиться наши родные, молились в церкви. И я даже слушаю эту песню, я думаю, Господи, вот правда, вот какую милость ты явил мне, что я даже не могу передать. Проходило немножко времени, я помню, это было так до 13 недель. Потом врачи уже сказали, что ну нужно что-то делать. Начали предлагать какое-то лечение. И как бы немножко я поняла, что мне стало легче. Ну, думаю, это как бы у меня уже так было, но успокаивалось, потом опять все возобновлялось. Ну, проходило время, я смотрю, все хорошо. И однажды, помню, когда уже почти полсрока моей беременности прошло, мы с мужем попали на молитву, и помню, Господь подвез своего сосуда и сказал, ты все просишь, и плачешь, и просишь, но уже благодари, потому что уже не будет боли, не будет симптомов, ты здорова. Знаете, вот есть такие моменты в жизни, которые они запоминаются на всю жизнь. Вот этот момент, он мне запомнился, и до сих пор я помню все, как Бог это говорил, какие у меня были переживания. Я не ожидала услышать такого. Мне было главное выносить ребеночка. Знаете, Бог так помог, что ребеночка я родила здорового, все хорошо, ему уже почти два годика. Еще тоже хочу рассказать такое, когда ему было год и два месяца, это было осенью, у нас тоже произошла такая ситуация, все было хорошо, день начался хорошо, как обычно, детки все играют. И вот этот Пашка, наш третий мальчик, он очень веселый, такой шустрый мальчик, он не отстает от своих старших братьев. И все хорошо, игрался, потом смотрю, какой-то он капризный, все так ко мне на ручке просится. Я взяла его на руки, смотрю, что он горячий, померила правду, у него была повышенная температура, я дала ему жаропонижающую, и такая внутри возникла тревога у меня, стала сразу думать, Боже, помоги. Всегда такое переживание, когда болеют дети. Ну, я посмотрела, некоторое время он уже у меня был все время на руках, я смотрю, уже как бы ему становится легче, он уже пошел опять играться, потом, смотрю, покушал, и он начал засынать вот так у меня на ручках, я пошла его положила, думаю, этим временем я старших покормлю деток, и вот, находясь с детьми старшими на кухне, я слышу плач, я скорее бегу туда в комнату к нему, я вижу, он в кроватке встать не может, вот так буквально, сам плачет, весь дрожит, я его взяла, увидела, какой он горячий, очень сильно испугалась, позвонила сразу мужу, говорю, приезжай домой, надо вызывать скорую, так и было, муж сразу приехал, мы вызвали скорую, померили температуру, у него было 40, у него был сильный озноб, скорая приехала, ну, минут где-то 10, достаточно быстро, но за это время мы, молились, потому что в это время я видела, как ребенок весь побледнел, потом начали синеть у него губки, потом начали судороги, это все было буквально за несколько минут, у него начали судороги, и начали закатываться глазки, это был такой, очень такой момент, я его так ношу на руках, я просто не понимаю, что делать, я никогда не сталкивалась с такой ситуацией, я даже никогда не видела, что вот такое может с детьми происходить, так держа его на руках, мы молились, и все смотрели, быстрее бы приехала скорая, потому что мы не знали, что, и внутри потом ко мне приходит такая мысль, а что если Господь дал, и Господь заберет, что скажешь ты, я в этот момент просто думала, Пуша, к чему эти мысли, и я так ответила мысленно сама, Боже, что я могу сказать, да будет имя Твое благословенно, помню, приехала скорая, нас сразу забрали, я видела, как врач, он волнуется, потому что ребенок мой, почти отключился, он просто так смотрел, и все, у него реакции никакой не было, нас отвезли в скорую, и пока решали, куда определять моего малыша, это были, конечно, я скажу, переживания, я помню, позвонил мне мой муж, и говорит, ты не переживай, мы с мальчиками дома молимся, я написала в церковь, чтобы помолились, я просто, дорогие братья и сестры, я вас искренне всех благодарю, кто в этот момент вспомнил про нас, помолился, потому что я знаю, когда я увидела, что столько людей, они откликнулись на эту просьбу, я поняла, что все будет нормально, я благодарю вас, потому что, когда вот ребенок мой лежал уже на столике, и брали у него анализы, и меня спрашивают, он всегда такой бледный, нет, говорю, нет, он всегда другой, когда начали, он просто вот так лежал, и просто смотрел, никуда, когда взяли у него анализы, он начал плакать, мне сказали, берите его на ручки, я взяла и поняла, что он так меня обнял, я поняла, что все, он пришел в себя, смотрю, уже начала падать температура, только слава Богу, нас положили, его обследовали полностью, и все врачи говорят, мы не понимаем, он абсолютно здоров, у него даже горло не красное, все врачи, все специалисты, должны были его посмотреть, нас выписали, слава Богу, через два дня, сказали, что все хорошо, я благодарю Господа, за эту его великую милость, что Бог допускает, Бог проводит, Бог учит, я еще хочу рассказать стих, «Тебе легко любить меня в дни счастья, когда глаза подняты к небесам, когда благословение в жизни часто по милости даю тебе я сам, когда здоров и радостен и весел, тогда любить особо нет труда, тогда сама собою льется песня и благодарность слышится всегда, когда во всем мою ты руку видишь, я умножаю ряд твоих побед, и ты ко мне тогда любовью дышишь, когда ее без меры лью тебе, но это все так просто, так привычно, как должное, как дань моей любви, люби меня, любовью необычной, какой не знают люди всей земли, ты мной в любовь возвышенную призван, идешь в ночи ли, или среди дня, любовью независимой от жизни, люби меня, всегда люби меня, люби меня, когда не видишь света, нависли тучи, все черно вокруг, когда мольба, как будто без ответа, люби меня, я и тогда твой Бог, люби меня, когда слабеют силы, твой путь тебя изранил, истомил, и далека, как бы от вопля милость, и кажется, что я тебя забыл, тогда любовь мою, не взором меряй, но помни, я держу сам жребий твой, люби тогда, не видя, сердцем, верой, не слыша голос мой, средь бурьевой, люби меня, в долине смертной тени, тогда, когда пойдешь ты средь огня, когда вся жизнь в течении изменит, доверься мне в тот час, люби меня, люби меня тогда, когда придется и жизнью за любовь эту платить, так пусть она в тебе такой найдется, что даже аду дух твой не смутить, люби меня, люби моей любовью, ты мой удел, и ты дитя мое, и, дорогой, святой, причистой кровью, окуплено избрание твое, ты помнишь, раны рук моих сквозные, когда грехом кресту я был прибит, они свежи, свежи еще и ныне, я просто не могу тебя забыть, твое здесь имя значится на тланях, и все, что в жизни связано с тобой, в часы твоих земных переживаний, как и тебе, мне причиняет боль, и кровь моя, что несравненно выше, святой, пролитой авеля крови, уже ли вопиет, ты думал тише, о милости к тебе и о любви, я возлюбил тебя еще погибшим в Эдемском, Богом созданном саду, я там к тебе любовью вечной движим сказал, что заместить тебя иду, в моей любви не сомневайся в жизни, она сошла с небес до ада дна, она сильна провесть через все кривизны, и к небесам поднять тебя сильна, ты мной в любовь возвышенно призван, идешь в ночи ли, или среди дня, любовью независимой от жизни, люби меня, всегда люби меня, и лишь любовь, что пламя испытала, и не сумела от меня отнять, я оценю в тебе наивысшим балом, люби меня, всегда люби меня, слава Богу. Слава Богу.